Девчонки и мальчишки, доброе утро. Что там опять? Уже не успела включить запись. Сообщения посыпались. Утро понедельника. Оно, оказывается, тоже бывает добрым. Так, опять включила я свет. Ну, темно у нас. Кстати, спасибо, что ответили про свет, когда я там снимала, спрашивала. Знаете, что? Лампы. То есть я спрашиваю, как у других блогеров эти квартиры светлые. Ну, то есть светло в квартире. У нас вот вроде тоже светло, но для видео темно. Ну, получается как-то так. Не хватает, это не солнечная сторона, и поэтому не хватает здесь света. Лампы нет, лампы люди не ставят. Ну, в смысле, они ставят, когда дополнительное освещение. Но у меня есть такая лампа кольцевая. Не кольцовая, кольцевая, наверное, да? Ну, вот эта вот большая. Она не дает такого эффекта, знаете, как чтобы вот натуральный солнечный свет по всей квартире вот такой, чтобы был. Короче, сегодня понедельник. Сегодня я просто ошалевшая. Сегодня в понедельник я прям вот такая вот бегаю и думаю, с 6 утра, в 6 я проснулась, потому что сегодня в конце концов Давид пошел на работу. Боже, я перекрестилась левой пяткой, клянусь, клянусь. И он об этом знает, что я перекрестилась. Я просто... Это мало того, что он мне еще с работы теперь написывает. Не успел до туда доехать. Уже написывает мне везде с работы. Как он весь соскучился. Слушайте, я говорю, я нифига не соскучилась. Я просто радостно. И не знаю, за что схватиться. Я уже... То есть, по сравнению раньше... Раньше, допустим, я встаю, потом сижу туплю, потому что я не могу даже... Ну, как туплю? Я... Это я так называю туплю сижу, да? Это я начинаю проверять все, что произошло за ночь. Там сайты, новости. Вот это вот все, статистику. Там куда что упало, где что пропало, что надо поправить. Вот это вот все. То есть, кофе я наливаю и сразу включаю комп. Просыпаюсь я таким образом, да? Потом, значит, я понимаю, что работать продуктивно, ну, за что-то такое взяться. Ну, если только уж совсем капец срочное там. Прям вот срочное. Прям вот вчера надо было сделать. Ну, что-нибудь сломалось, например. Тогда могу взяться. А так я жду, когда проснется Давид, когда ему приготовишь тут завтрак. Пока, значит, он туда... А он просыпается где-то около девяти. Вот так вот. Все, короче, вот это вот вся мутотень. Потом что-то надо поговорить. Короче, вот это вот заслался. Время-то идет, идет, идет. И в итоге я понимаю, что я каждый день нихрена не успеваю. То есть, пока я тут растележусь, и тут вроде только сядешь, жрать надо готовить, еще что-то... Девчонки, вот кто работает дома? Скажите, пожалуйста, как вы организовываете процесс? Вот семейные девчонки, да, кто работает из дома? Ну и мальчишки, да. Ну, мальчишки, ладно, на них не так складывается, да. Я вот, например, сижу, да, я вот дверь закрыла за собой на балконе, скажу, все, меня нет. Я ушла. Все, не дергайте меня. Папу не дергает, он не это самое. Он там своими делами занимается. Редко-редко. Он мне там, допустим, махнет, что я пошел, ну, в этот... А повестит просто, что уходит из дома. А Давид, нет, он может прийти с любым вопросом. Я ему говорю, ты понимаешь, что это у меня с мыслью сбить? И я вот сижу, да, он иногда спросит, и я на него, знаете, так вот, таким безучастным взглядом на него смотрю, и не понимаю даже, что он мне говорит. Он говорит, и начинается, ты на меня обиделась, а что вот это, а что вот это? Я говорю, ты можешь понять, что я в своих мыслях, мне нельзя сбивать? То есть вот нельзя меня сбивать, потому что у меня мысль ушла, и все, и по новой ее надо искать, то есть все, по новой, чуть ли не всю работу потом переделывать. Ну, какую-нибудь там, например, с чем-то работаешь, со статьей там, или еще с чем-то, да? Он вот этого не понимает. Он говорит, ну, я говорю, не дергай, ну, не спрашивай, пожалуйста, ну, нет меня дома, все. Ну, ты же вот, ну, ты же вот сидишь. Капец. А пойдем гулять, а пойдем туда, а пойдем, я говорю, я работаю, я не могу пойти гулять, а там еще куда-то. Ну, короче, девочки, это вот такие проблемы, все, я хотел сказать, вон, я сегодня продуктивно. Я вообще, все, да, значит, в шесть проснулся, в семь ушел, быстро тут позавтракал, я за этот час, значит, успела в тумзике посидеть, тут свои дела поделать, извиняюсь за подробности, короче, успела сделать все. Потом, значит, он ушел, я быстро позавтракал, и думаю, что же делать, поставила суп. Поставила варить суп, вчера разморозила, вот вчера мне, например, времени не хватило даже поставить эти косточки вариться. В смысле, вариться бы мне их поставило, но хватило времени, а на этот, доварить уже суп нет. Короче, будут эти, куриные косточки, а то накопилось опять два, с двух куриц, крылья, вот это вот всякое фигу, ну, много мяса оставляю, сейчас я его подергаю, хочу, буду варить сиротский супчик. Так, и еще, вчера я психанула, и сделала, знаете, что, ну, мы это уже сожрали, конечно, половину, я все равно покажу, ну, как половину, не половину, штук шесть, наверное, сожрали, а, беляшики, прекрасные, прям прекрасные, они в этот раз у меня даже, у меня обычно такие вот они получаются, короче, беляшики и пирожки с картошкой, как хотя, но пирожки огромные, как всегда, пирожки огроменные, это я их хочу сейчас с этим, с сиротским супчиком, ну, начала делать, вчера думала, вчера суп сварю, но не сделала, все, вечером уже на ужин, я три беляшика сожрала, не на ужин, а днем готовила, когда после обеда уже жарила, после обеда беляшик сожрала, потом, часов, наверное, все им сожрала, и потом на ужин уже еще один сожрала, короче, три, в общем, мне было вкусно, так, стирку поставила, уже перебрала все белье, да, ну, уже наполовину достиралась, с ириской на кровати повалялись, работу там начала работать, спасибо большое, девчонки, всем, кто откликнулся на призыв, подписаться в Одноклассники, выбиралась, сидела сейчас, это долго, хотела морюшку какую-нибудь опубликовать, нашла морюшка, ну, думаю, понедельник у людей, пускай настроение поднимется, море солнцепозитив, в этом, в Одноклассниках, новая группа, кто еще не видел, пожалуйста, подписывайтесь, очень надо набрать тысячу подписчиков, прям даже врать не буду, чтобы мне, понимаете, как там, как приглашенным автором, ну, кого сама система, не система, ну, администрация пригласила, короче, дали монетизацию без условия, у них там условия есть, там, ну, если, допустим, новый автор, кто-то сам захочет податься, надо соблюсти условия, авторы приглашенные, им сразу дали монетизацию, но, я так понимаю, конечно, никто не угрожал, но я так понимаю, что, если, допустим, в первый месяц не будут соблюдены условия, вот эти вот тысячи подписчиков, да, то ее просто отключат, потом задолбишься подключать, ну, по новой, поэтому я вас и попросила, у кого есть одноклассники, пожалуйста, подписывайтесь на новую группу, ссылка на Дзене, она и в описании этого есть, ну, то есть там прикрепленное, там все видно, и под каждым видео, те, кто на Ютюбе, допустим, под видео есть ссылка на одноклассники, на новую группу, пожалуйста, подписывайтесь, я туда пока публикую, ну, конечно, если что-то новое, такое интересное, сразу сниму, сразу туда тоже опубликую, ну, в этот, туда сейчас пока ищу, что поинтереснее, ну, то, что было, вот, чтобы не все подряд публиковать, прям с память, а такое поинтереснее, ну, или из каких-то видео интересные отрывки повырезаю, просто вот так вот, то есть тоже такая вот ерунда, ну, в общем, одноклассники, они для чего нужны будут, ну, что, потом, я говорю, у меня еще дальше есть проект, ну, еще плюс, новости, кто-то, кто-то вконтакте сидит, я вконтакте не буду группу вести, поэтому, кто вконтакте подписался, вам большое спасибо, но можете переходить на одноклассники, если что, короче, вот так вот, такие вот, пока планы, потому что вконтакте вообще какие-то мертвые, и потом, вы знаете, вот я, знаете, еще заметила, в одноклассниках, почему-то не очень люди ставят лайки, не очень любят, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, это же, ну, вам же ничего не стоит, а это как бы, ну, развитие, для этого, в дзене вот с удовольствием ставят, лайки, и дизлайки, и все, в ютюбе тоже, а вот как-то в одноклассниках, я смотрю, прям вот, жмутся на лайки, не знаю, не знаю, с чем это связано, я, потому что сама там не сижу, не пользуюсь, ну, как бы, не это, я там музыку только слушаю, ну, вот группу завела, ну, нет, я подписан на несколько групп, но, мне прям вот некогда их смотреть, но они меня и не спамят, как бы, ну, нет такого, что они меня там замучили, еще что-то, поэтому, я тоже обещаю не спамить, по 150 публикаций в день не делать, одну, ну, максимум две, а то и не каждый день, короче, вот так вот, это просто, как бы, еще один способ контакта, и не потеряться, ну, потому что, ну, тут такие, знаете, слухи ходят, слухи бродят, всегда, я считаю, лучше соломки подстелить, у нас дело такое, знаете, когда сам на себя работаешь, всегда лучше подстелить соломки, потому что, если все рухнет где-то в одном месте, да, ну, надо, чтобы была попень-то прикрыта, ну, чтобы, допустим, вот мы там, не начали, вот кто на Дзене подписан, только на Дзене, потом, если, например, там все рухнет, а где автор, где автор, ну, то есть найти никак, а тут раз, в одноклассниках подписаны, раз спросили, да где, там пендель волшебный дали, или в телеграме, там, да где, то есть, ну, такой вот способ связи, дополнительный просто, ну, и новости, там, новости, то есть, если, допустим, кому-то не нравится на Ютюбе на Дзене быть подписанным, или там, я не знаю, как это работает, я подписанная, да, или да, то есть, мне без вариантов, я там должна быть подписанной, типа, вот такая новая публикация вышла, или вот такая, там, ну, просматривать новости, но я так не делаю, хотя некоторые делаю, ну, короче, кто подпишется на Одноклассники, тому плюс в корму, и от меня личная благодарность, так, видите, я какая прям активная, проснулась, я сказал, сколько времени, да, без 15,9, без 15,9, у меня уже суп наполовину готов, стерка наполовину постирана, я уже позавтраканная, видео вам записала, с Ириской полежала, так, что бы еще побежать сделать, я вот, я знаете, что еще решила, вот что, девчонки, думаю, кто так тоже делает, я не знаю, или я не права, я, короче, вот, знаете, я начинаю обед или там ужин готовить, да, там, допустим, за час-полтора, и поэтому я все свои дела подгоняю, допустим, вот час-полтора до ужина остался, побежали готовить, ну, там, до обеда, да, побежали срочно готовить, я вот думаю, я сейчас приготовлю с утра, ну, какого хрена я буду сейчас там, начинать там, в 12 часов варить суп, когда я могу его приготовить сейчас, потом погреть, да, ну, как-то так вот я рассуждаю, ну, и вообще любую вещь, там, котлетки пожарить, еще что-то сделать, потом же можно разогреть просто и все, проблема в том, что, видите, что, тут капризные мальчики-то, ну, не все капризные, конечно, один, ему надо каждое, нельзя так наварить, я уже так пробовал, так не получается, что там наварил гору еды, допустим, в холодильник прибрал, и он потом ест, нет, надо на, а сейчас одно, сейчас другое, там, завтра третье, после завтра четвертое, то есть, вот так вот, даже если там будет стоять, пять кастрюль разной еды, а давай что-нибудь другое приготовим, то есть, вот так вот, капризничаем мы, как приучить, я не знаю, чтобы ел все подряд, ну, вот такие капризы, ну, ладно, ну, все, побежал я дальше, с вытрашенными глазами, хотел только сказать большое спасибо, поделиться радостью, что, ну, сейчас надо как-то по новой организовать свой день, потому что я говорю, я не знаю, я уже сейчас сидел, из дурного мата думаю, то ли, ну, а там, публикацию в Одноклассниках сделал, из дурного ма сижу, думаю, то ли пока суп варится, еще приборочкой заняться, то ли стекла, то ли, короче, и ты работай, все, работу никто не отменял, вот такая вот она работа дома, я не знаю, вот я говорю, скажите, вот кто из дома работает, у вас тоже так, что от вас постоянно, кто-то что-то дергает, какие-то дела, их никто не отменял, ну, ты же дома сидишь, то есть, я говорю, меня нету, все, все, я ушла, все, вот в 9 часов, и до 6 меня нет, я ушла в офис, вот так вот себе представляй, ну, ты же вот, и бесполезно, вот что-то объясняю, бесполезно не могу все ну все девчонки всем хорошей недели легкой позитивный мариночка пожалуйста держитесь марина ли не это самое будем верить все таки мы в лучшее но потому что хуже уже некуда все девчонки и мальчишки всем пока пока пишите подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии делитесь своим мнением про домашнюю работу но в том смысле что работа из дома удаленка пока пока увидимся